Мда Друзья, приветствуем вас на нашем канале The Drunk Club Show Сегодня очередной выпуск программы Degustation Наш старый состав, Андрей Геннадьевич, Сергей Карлович Скажи пару слов Говори пару слов Спасибо Пожалуйста Ну что ж, друзья, сегодня мы для вас подготовили особенный выпуск Каждый выпуск особенный Сегодня он вдвойне особенный Потому что мы для вас сегодня подготовили специальную программу Называется Средиземноморский стиль Сегодня у нас две банки и одна бутылка пива Все эти пива светлые Все эти пива приехали к нам очень издалека Они приехали к нам Вот эта к нам приехала из Греции Остров Родос И вот эта к нам приехала, ребята, из Туниса То есть это 4000 километров практически от нашего города Санкт-Петербурга Я даже смотрел по карте Яндекса Немного больше Немного больше, да Ну вот если вот напрямик Вот Санкт-Петербург И дальше ровную линию подчерти То там где-то получится, наверное, ну, возможно, там 3 800 А если ехать своим ходом на машине То там, наверное, 10 получится Там больше пятерки Такого, 5 с чем-то Да, ну что, будем выставлять оценки по старой схеме Да, 10 баллов Будем дробить, если понадобится 5,5, 4,5 и так далее Вот, ну, я не знаю, я предлагаю тебе тогда выбор сделать, как говорится, с чего мы начнем, чем закончим Потому что, ну, я не знаю, тут какую-то, значит, закономерность выявить тяжело Да, закономерность выявить достаточно тяжело Ну, не знаю, давай начнем с бутылки Начнем с бутылки? Ну, давай начнем с бутылки, да Значит, пиво это называется Селтия, да? Селтия Ну, я не знаю, что про него можно сказать такое интересное То, что светлый лагер Светлый лагер, да Смотрите, здесь 400 градусов Такая арабская вязь Я не знаю, будет ли это видно на камере Да, единство, что понятно Потому что в нем 5 оборотов, да 5 оборотов, да Единственное, что понятно Потому что все оставлю вообще Все справа налево Потому что сначала идет процентовка Потом уже идет непосредственно цифра То есть, видишь, как бы сначала проценты Потом 5 То есть, справа налево, чисто арабский язык Кстати, что еще обращать внимание То, что вот они не запариваются по поводу 4 5 4 6 4 7 у нас даже иногда запаривают у них не пишут 5 да и мы до этого специально посмотрели да что вот на тунисском пиве что на пиве из греции ровно пятерки стоят везде как 5 оборотов тут ну пока и минуту низком точно нет экстрактивности начального сусла не на пи может написано по-арабски но здесь никаких цифр нет на этом тоже если честно я не заметил тут тоже вот 5 оборотов и 5 оборотов а основной типа как бы и все наливайте что да еще обращать внимание на себя сейчас одну секунду то что этикетка сделано как у короны экстра да то есть это даже не этикетка это наклейка да это не наклейка да вот действительно как на короне как вот на хайники недавно баночном вот то есть сделано краской краской двухцветкой белая и красная да вот ну посмотрим попробуем да может быть будет действительно интересно кстати граф туниси такая бутылочка 0 33 объемом стояло доллара 2 доллара то есть на наши деньги при меньшем курсе но у вас рано на коробке 140 рублей за 0 30 и дороговато до 0 30 340 рублей дороговато да значит ну что давайте присыпать и просто давайте рассказать его не дараться вообще будем стараться меньше говорить и больше делать и больше больше пить и говорить больше почему у тебя такой расцарапанный стакан что ты с ним делал да он просто там по себе такой же да они черепеных на тихо пошло много пена много не забор что бутылочка маленько то есть все все не дарил бы него одного стакана ну так это да ну что можно сказать по цвету цвет обычный соломин ничего особен цвет обычный да можно так просто только мне она не видно но черный уберем банку на банку еще выше мы не будем этого делать поставим на первый план ну да ну цвет обычном лагер ну да с газами на запах на запах на самом деле это пиво зачем вы нюхать у вас бы пить просто нужно быть на вкус а не на запах то что на запах это на запах хотя запах на самом деле тоже важно когда пиво пахнет пожарная кружка в 6 утра мне кажется лучше не пейте рычагу да ну давай стейшн number one на сегодня ну что скажешь на но обычная обычная пиво вот мохому может показали тела до 5.000 можно как-то растворить прокодировать еще что-нибудь там я не знаю кстати газа то тут хватает газа кстати хватает вы не говорите что это адмиралтейская возможно но по-моему это адмиралтейская ну вы тут у вас есть адмиралтейская то есть такое сказать что в тунисе закупают самолет пиво адмиралтейская чартер с улицы тельмана дом 24 да если мне память не изменяет и везут туда и разливают таким вот руками потом русским же продают короче по два доллара на местное пиво но честно говоря я вот разница особо не вижу адмиралтейский ну на самом деле очень похоже на самом деле много пив которые похожи на адмиралтейская нет согласен но можно конечно погулить по этому пиву и найти пивзавод на котором оно делается но я боюсь на завод то может и есть что там все на арабском будет ничего не узнаем скорее не на английском должно быть хотя них потому что в тунисе преобладают арабские французские потому что это бывшая французская колония ну да поэтому языки местные арабские французские но я не знаю чем можно сказать поэтому пиво кроме того что она похожа на адмирал и по вкусу и по цвету и по зону по бутылке разочным похоже по бутылке не одна ну действительно случается дерево когда готов поставятся в принципе да я поставлю 5 баллов как вы договорились сергей кончен если бил не противно она не про не она не противно она заслужит пятерки но за иваны 140 рублей за 0 30 я такой не купил бы если бы я знал было вкус до этого я бы его не купил а другого там нет к сожалению да на самом деле в тунисе на юге вообще с пивом плохо другого пива нет это вот там еще какое-то есть пиво я даже не помню как оно называется но там есть вот такое вот пиво вот сельки целки салям или банки а ну да но есть банки в дьюти-фри в тунисском аэропорте она точно ездить и фрибан это стопу там она еще дороже чем вот в этих вот лапках не помню не могу сказать сколько нет не дороже но там продается именно упаковка сразу шесть банок они маленькие 033 банки как чекольные обычно нашу полкова российского кондакта они кстати нет вот этих вот закруглений да то сами такие ровные не как раз они они не они не вот вытянутые такие вот таких маленькие баночки не тоже на 25 но они вытянуты как на такие вот получатся конусообразные так как бы закругление у них есть это который вот в будете при непосредственно уже стоит наверно что в районе десятки наверное 6 банок 6 10 и 10 евро но ведь фли у нас по евро работа на него мы сами считать там долго 750 рублей постольку короче чуть больше лучше больше 20 до примерно в общем короче я ставлю пятерку но до 5 баллов как бы ребят его не противно но это адмиралтейский а мы двигаемся дальше двигаться дать к острову родов родов до что удалось узнать значит ну ладно пиво называется мифос другой называется зисов типичные греческий название именно здесь из пиздец охуенный магазин мальта мальта но это не мальта это значит у нас остров родов средиземном море да вот значит что удалось узнать по этим пивом значит вот это пиво самая популярная или одно из самых популярных греции до которая может купить практически в любом греческом магазине как у нас балтику дарить понравим местный пиво а вот это пиво она более редкая она продается на острове родов именно на острове там же производится вот и купить его за пределами острова родов практически невозможно вот до этого много говорится такое вот особое назначение да вот здесь вот с одной стороны у него все написано ну английскими буквами да и там а здесь все написано по-гречески вот штрико то есть на греческий адрес производства фродос вот значит что еще по нему удалось узнать градусов в нем 5 ровно 5 просто 5 не больше не меньше да ну и обычная обычная пивная банка до 1 до июня семнадцатого года ну все начнем то же время но я думаю что раз и как как-то его свал здесь и сразиться там такой уникальный его можно купить только на острове розов и больше налоги его начать не предлагаю оставить напоследок так как вишенка на то чтобы так сказать его оценить уже последнюю очередь да и возможно будет вах ну да а надо попробуем до сам на популярное греческое пиво под названием под названием митас поехали ну чё тоже 5 градусов да как бы обычный светлый лагер там же они темные не пьют не пьют вообще они они вообще не пьют не нравится здесь нарисован единорог как да 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 ведь как бы логотип чей такой единорог и рок над выпирает мифическое мифическое существо определенная правда здесь тоже какой-то олень нарисован да у них вообще тебя здесь когда это пиво попьешь оленям не станет но я тоже на это надеюсь но на цветок я могу сказать как балтика тройка пенится пеница очень сильно кстати говоря ну вообще на самом деле я заметил что баночное пиво больше пеница чем будет лучше я не знаю с чем это связано может быть кто-то в курсе нам пояснить но на цвет она такой же как целки я могу сказать то есть она кстати посветлее чем сел селси она была более такой вот толстоватный не даже не мутно она была более оранжевая а это она более желтая вот но по поводу запаха не знаю стоит ли чего-то говорить запах ну самый обычный вот купите я не знаю там его короче ребята скажут так один раз и навсегда чтобы больше не было никаких глупых вопросов пиво надо пить не надо его нюхать ну я тоже полиспирам уж не ухать нюхать пиво это можно я не знаю вкус вкусить ароматы какого-то вина еще чего-то лезь его и понюхать и я там коньяк как бы понимаете нюхать пиво и то же самое что нюхать водку по факту до эффект будет точно такой же нет если конечно это не какие-то сорта бельгийского пива там вишневые абрикосовые там какие-то там да возможно есть какой-то вариант я говорю что но это как бы обычно это не тот про дочное пиво баночная пиратуре взросел доставка да да давай наливай да там еще осталось немного то пускай добра не пропадала оцените немножко может ну а ценники черт говорить два с половиной долларов стоит евро два с половиной евро да потому что над греции расплачиваются евро не да вот ну и как бы два с половиной евро на наши деньги это ну мы пришли к вам буду что и примерно 170 до 165 70 за баночку пиво прямо скажем дороговато прямо скажем очень дорогого того что за такую такие деньги на опять же видите такое пиво у нас в обычных магазинах но не купить его не купить его реально откуда вести потому что но и даже в том же не раз упомянутом мир били ссылка оставлю в описании да не факт что будет такое пиво скорее всего скорее не будет а потому что такой пиво знаете но она как-то не рассчитан на большую аудиторию есть вот у вас едет куда-то да там грецию например то может привести как много пиво такого вообще мне кажется что все вот эти вот пива это спился народа не беззвестный турецкий вот этого все равно на самом деле я скажу так это такие страны знаешь немного отступления это не германии не чехии ну да у них нет культа пиво да вот потому что там вот в чехии там все как тоберфесты проходят до германии в германии извините да в чехии вообще она там тоже ровные фестиваль там разливает а варит пиво там как бы там все пираты пиво как воду короче поэтому не так много сортов много и как есть чем поговорить и ну да они разные школы есть и в завод на котором делается там три лейбла поэтому у них позволь особого разнообразия ждать не стоит странах и не столь популярна на самом деле я так думаю что так чисто как такой знаете прохладительный напиток да да чисто на пляже попить нормально прохладительный напиток но я надеюсь она будет не как кулер она будет получше я думаю что как кулер уже кулера не было давай начнем дегустацию на кавшо в эфире вкус уже не корпусы точно сразу первый готов сделал не как устанавливать она и такое привкусе чувствует такое привкусе есть рашка горечь какая но вот опять же он очень удивительного на мой взгляд очень близко вот нереально вкус есть спор нет но и чады нафигачили воды нафигачили дано при этом чувствуется какой вот вот бывает вот пиво типа кулера опять же вышел понятного вот она просто как вот вода одессе чувствуется что какой-то градус ним есть при том году чувствуется что эти пять оборотов они как год сыграют вроде она водяниста но ты таких вот баночки 3 выпишите а так на солнышке тоже разведет как бы нормально да я думаю что да скорее всего ну что я в принципе вот чуть-чуть от пил уже готов что-то скорее про это тоже ничего сверхъестественного обычный по обычной такой же пиво как мы как мы и ожидали мы в принципе готовились к тому что она будет именно таким и поэтому она у нас не обманула ставим я оставлю ему 5 . то есть она не противно прохладительное очень хорошие только джили ребят даже вот на самом деле рассказать ничего к сожалению тут тут тупого знаете вот посидеть попить на пляжу такой пиво ни о чем не думать ни о чем не думать я уверен что системы все включено это пиво наливают во всех отелях но я надеюсь что его больше не баня если у нас еще больше бодя будет просто она будет по водичкам росла как вода и на самом деле его ну вот смотри вот так как бы ну в банке его точно не могут разбонять потому что заявлено на 5 оборотов то есть и чем больше вы добавляете воды в алкогольный продукт который имеет какую-то ну вот она замещая вода да она как бы выталкивает градусы то есть если вот это пиво налить в не знаю там в 3 литра воды то вы наверно получите один градус всего один оборотный на итоге короче поэтому я думаю что его на пляжах не подержит хотя не факт да больше ты никуда по большому куда его поддерживать будет вообще как минеральная вода новотёвская ну да вот на самом деле знаете вот а вот вот стакан можно выпить да вот бутылочку баночку бутылочки нет баночку назвали распить можно но вот вторую третью начнешь такую же пить и будет уже на вкус реально как вода пойдет то есть вот я вот сначала пару вопросов теряется на пару вопросов сделал как бы что-то почувствовал а вот сейчас вот уже как у стакана стакана так сказать начинаю пиво допивать чувствую что она все больше как бы знаете как воду пью воду только с оборотами ну и газированную немножко подняться но я самом деле чего еще хотел сказать то что но вот я не за мне так показалось что но это пиво но вот таким вот прямо на я сам у нас как-то вот юг среди земноморья ассоциируется чем-то таким ярким разноцветным да вот мне по того чтобы его но такой вот но как будто нордическое как facs как я не знаю какие то вот такие вот норвегия норвегия 6 6 норвегия швеция там филляндия что в таком духе до отчества по дизайну по-своему потому что вот опять же взять родосовское пиво на вот какой-то кельтский вот этот крест есть мальтийский крест сделаю небольшое отступление когда ездил в финку нового пенрату куда ездит на инвестор петербург вот там все время приезжают до утром рано еще помогали не открылся и хочешь по магазину и там все время найдешь такого одного финна такого утреннего финна я называю утренний филинки такой значит финн здоровый волосатый бородатый бородатых опасал до борода наверно вот такая вот идет такой недовольный по магазину некий бакосины здоровые одеты потому что на улице ужасная погода даже летом даже летом идет такой заходит сразу пиво но я больше не берет ничего у них все пиво там продается как бы она маленькая 033 но его сразу продается такой палец 16 года и вот он берет два таких палет и с ними короче шуруют на кассу и домой к себе скорее всего какой-то загородный дом вот и у сергей карлович это пиво вот напомнил вот у меня да вот ассоциация цвет такой темный у него да темная немного мрачная такой вот сика цвет мха вот кто в карелии бывалого там мог такого цвета да и у нас в питере тоже мог видеть на кого цветы скажу бог он и в африке хотя в африке муха я не видел ладно это было хотя солнце тут есть на лимон солнце солнце олень солнца линии фашистский какой-то крест значит это был все все никак не могу запомнить это был мифа греческий с единорогом до запомнить одно из самых популярных брендов будете будете в греции попробуйте обязательно ну и мы переходим к на пиле на пиво я допью че да ну да вот это вот радостская значит его небезызвестная до премиум колите написано премиальное качество высокое качество но попробуем посмотрим может быть она как-то будет более интересная более там не забудет какой мифа физифов да и прослав кстати говоря смотри к виду во первых те другого так вот это вот сама нарывалка на какого-то грузинка зашли какие бывают узенькая небольшая такая посмотрите какая вот здесь это просто как на наших банк на делал смотрите какая вот здесь до открывалка вот здесь и поднеси камере покажи видите какая лисика я здесь на абсолютно разным немножко пена здесь такая более воздушная брать именно я на более воздушная уверен что соседей но я на это надеюсь хотя опять же вот на цвет я хочу сказать это тоже самое то есть и трепью на цвет они абсолютно одинаковый как бы лагер бир ну да придется вернуть и уже не ожидали что она будет зеленая правильно она и не была зеленая она и не была зеленая так что мы не удивлены нас не у нас нас и не удивили но нас при этом и не обманули не огорчили не огорчить да 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 то что мы ждали там и куда но у меня может быть работа прорыв но технологии на технологии сомневаюсь да не я тоже думаю что обычно пиво я нашла рассаживаю насаживаются как и города там что-то как-то там она как и все а здесь держится может она на самом деле такой раз она только на острый город только в греции по 3 до такого пива к сожалению вот так вот в магазине вот пойти купить еще но это просто тупо не получится скорее всего на канале драна клапшо у вас есть уникальная возможность конечно попробовать сами его пока не медиации о члении нашего эфира не можете но если вы конечно не находитесь в греции в данный момент не надо как совершенно верно но тем не менее вы хотя вы можете какое-то представление о нем заиметь да вот ну давай короче вот так вот сделаю наверх что было видела и хореческой греческой это все адмиралтической это все цель ты сделала все же сделано свое дело ну что пена вроде как немножко так подосела но еще можно надумать а ты вытесняйте из токады законы физики ну давай не будем тянуть наливая нюхать не будем будем пить здесь ослаб или драйк об шоу поехали слушал это поинтересно вот на мой взял на мой нет нет мне не разошлись немножко разошлись а потому что здесь вот хмельной привкус он побольше вот он только моему вкусу ближе наверно потому что я люблю вот когда вот давайте давайте давай более горько здесь не больше в мире просто она не бодяжина очень сильно водой да кстати говоря покладнее . она не бодяжина и водой всегда прав это это сразу чувствуется вот непосредственно вот знаете вот как бы если выпить его скажем вот это вот так вот бывает что как бы попробовали одно пиво да да потом как бы и после него попробовать другой пиво но не сядет забыли про кофе мы все хотим кофе обязательно это будет но чуть позже но дать позже на поставки вот если как бы в чем разница то есть мы попили вот скажем мифос и после него сразу здесь и дефис звучит как заклинание да сейчас должен пойдет вот то есть как бы можно ощутить вкус а вот если вы знаете попробовать сначала одно пиво а через неделю другое то вы навряд ли вспомните вкус предыдущего пива уже не сможете сказать поэтому на канале за глуп шоу геннадий скажу чем пробует пиво сразу да не отходя от кафе да без пауз без вырезок без нарезок прямой еще при вас ребят никаких купюр да то есть а то потом будут говорить что да вот они короче там неделю сделали перерыв а потом говорят это хорошая нет ничего подобного все вот одним кадром идет и все то есть она менее в единице это знаешь скорее всего вот это вот пиво для туристов а вот это пиво для местных думаю думаю даже бы да ну а может я вам очень же делают на разных пабликах да конечно я надеюсь что идет на пабликах хотя я не уверен чески там нихрена не поймешь эти точно было нет вот тогда я не буду пытаться это мать и этого кинок сделано это именно городовской но я не знаю я в принципе могу сказать что мне его понравилось больше потому что она плотнее горчее менее водянистая да и отдает хмельком вот это то что как раз вот те качества на мой взгляд который пиво делаю филом а не водой поэтому и поэтому я ставлю этому пиву 6 баллов больше на не поставлю потому что ну а больше на самом деле не заслуживают я поставлю пять половин баллов как бы она получше чем миф она получше да но нельзя сказать что она крупная то есть опять же такой ну наверное похвалить на на самом деле мне кажется надо было поступить наоборот если мы знали вкус этих их мы вы сделали так сначала миссис потом здесь а потом адмиралтейская тунисская будем называть так как адмиралтейская туниска да и тогда мы бужик то есть сначала днисс потом миссис не сначала миссис как более водянистая а то есть как более плотно а потом под конец такой нормально бы нормально скажу ты согласишь со мной что цель ты она не разбавленной водой в нем в нем нет привод самая разбавленная водой это миссис да он сам водит поддерживает как бы сразу вот невооруженным невооруженным языком чувствуется даже дилетант который не разбирается в пиве скажет что она разбавленного точно вот так что но с оценками определить оценки выставлены 65 половины баллов в принципе ничего такого сверхъестественного мы не ожидали от этого пива ничего сверхъестественного не было решено да но опять же это вопрос чисто вот географический какой-то да то есть было интересно попробовать именно вот пиво такой вот заграничное которая не наши которые именно производится где-то далеко и насколько она отличается того пива которое производится и продается у нас нет я скажу так вот лично на мой вкус попробовать я попробую но специально его искать покупать подбор кого-то привезти я не буду тем более засадила гораздо тем более за такие деньжища тем более такие деньжища если по на стоило 5 рублей русских 5 рублей я бы его сразу вы не знаете из-за волос бы заказал русский бы стоило здесь 5 рублей сколько бы его себе стоимость было бы то я не знаю 55 бесплатно бесплатно то есть еще и за платьево да то своей банкой приходите наливая на все короче ну да ну что надеюсь наверно этим подведем подведем над этим итоги до промежуточные смотри чтоб только не упала иначе делал не упадет ахана да ну вот короче ребят еще раз на сельте и 2 греческих друга дмитрий здесь были сегодня с нами на канале в игроков шоу сергей карлович андрей на всем до новых встреч подписывайтесь на канал еще вы ставите лайки комментарии под видео ссылочки все в описании на пабли вконтакте на магазинчик мир на инстаграм обязательно там анонсируем все выпуски да поэтому до новых встреч да и пока